Угу. Так. Тема лекции «Основы теплообмена. Основные понятия определения». Теория теплопередачи или теплообмена называется «Учение о процессах распространения теплоты в пространстве с неоднородным полем температур». Согласно второму закону термодинамики, самопроизвольный процесс переноса теплоты в пространстве возникает под действием разности температур и направленной в сторону уменьшения температуры. Закономерность переноса теплоты и количественные характеристики этого процесса является предметом исследования теории теплообмена. Посмотрим первый вопрос. Это способы передачи теплоты. Различают три способа распространения теплоты. Это теплопроводность, конвекция и тепловое излучение. Теплопроводность представляет собой процесс переноса теплоты, осуществляемый посредством теплового движения структурных частиц вещества. Это атомы, молекулы или электронов. В газообразных веществах распространение теплоты и теплопроводностью происходит вследствие обмена энергии при соударении молекул, имеющих разную скорость теплового движения. В металлах такими структурными частицами являются свободные электроны. В жидкостях и твердых телах теплота переносится путем непосредственной передачи теплового движения молекулы и атомов соседним частицам вещества в форме упругих волн. В конвекции называется движение отдельных макрообъемов жидкости или газа друг относительно друга по действиям сил различной природы. В дальнейшем обе среды объединим одним понятием жидкость или теплоноситель. Если в движении жидкости вызвана разность уплотности холодных и нагретых макрообъемов полигравитационных сил, то его называют свободным. Или это будет естественная конвекция. В этом случае слои жидкости испытывают действия архимедовой подъемной силы и движутся нагретые вверх и охлажденные вниз. Вынужденные движения возникают под действием побудителя движения. Это может быть насос, вентилятор или что-то подобное. Если конвекция осуществляется в среде с неравномерным распределением температуры, то перемещение макрообъемов приводит к переносу теплоты. Конвективный теплообмен. Конвективный теплообмен между жидкостью и поверхностью твердого тела называется конвективной теплоотдачей. Перенос теплоты излучением представляет собой сложное явление, состоящее из испускания энергии излучения телом, распространения ее в пространстве электромагнитными волнами и поглощения другими телами. Такой вид переноса теплоты называется теплообменным излучением, ну или радиационным теплообменом. Обычный перенос теплоты осуществляется одновременно различными способами, ну или происходит сложный теплообмен. Например, конвективный перенос теплоты всегда сопровождается теплопроводностью. Совместный процесс переноса теплоты конвекции и теплопроводностью называется конвективным теплообменом. Теплообмен между двумя носителями через разделяющую их стенку называется теплопередачей. При этом теплота от теплоносителя к стенке и от стенки к теплоносителю передается теплоотдачей, а через твердую стенку и теплопроводностью. Многие процессы переноса теплоты сопровождаются переносом вещества или массообменом, который проявляется в установлении равновесной концентрации вещества. Совместное протекание процессов теплообмена и массообмена называется тепломассообменом. Следующее понятие это температурные поля. Перенос теплоты осуществляется наличием разности температур. Совоконность значения температуры во всех точках тела в данный момент времени называется температурным полем. В общем случае температура является функцией трех пространственных координат и времени, поэтому математическое описание температурного поля имеет вид т равняется f от x, y, z, t. Эта формула у нас идет по номерам 9, 1. Температура может быть функцией 1, 2 и 3 координат. Соответственно температурное поле будет одномерным, двумерным или трехмерным. Кроме того, различает стационарное температурное поле, когда температура во всех точках тела не меняется с течением времени. То есть t не равняется f от t и не стационарное, когда t равняется f от t. Поверхность, во всех точках которой температура одинакова, называется изотермической. Быстрее всего температура изменяется при движении в направлении перпендикулярной изотермической поверхности. Вектор направлен по нормальной изотермической поверхности в сторону увеличения температуры и численно равна производной температурой по этому направлению, называется градиентом температуры. Следующий вопрос. Это количественные характеристики переноса теплоты. Интенсивность переноса теплоты характеризуется плотностью теплового потока. Плотностью теплового потока называется количество теплоты, передаваемое в единицу времени через единичную площадь поверхности. Эта величина обозначается буквой Q и в системе оси измеряется ваток на метр квадратный. Количество теплоты, передаваемое в единицу времени через произвольную поверхность, называется тепловым потоком и обозначается буквой Q. Соотношение между рассмотренными величинами определяется по формуле Q, равняется Q, деленное на F. F – площадь поверхности, через которую передается тепловой поток. И как закончить это все дело? Наримаешь на фондецить.